доброе утро друзьям мне уже себе сделала завтрак сегодня хотела снять вам рецепт заварного теста очень легкого а потом знаете там духовке нужно сначала одна температура потом другая а это хотел в духовку поставить и уйти в русский магазин хотелось ходить чай купить себе вкусненькие она сегодня открыта у нас вот и потом думаю нет я лучше схожу сделала бутербродик с паштетом и потом когда приду вам его засниму вообще у меня знаете я спала и чувствовала что болит голова ну знаете не так болит а вспышками и сейчас она мне тоже продолжает болеть то ли из-за ветра то ли чем и вообще какая-то полуопухшая уже не знаю на тяпнуть какую-нибудь таблеточку и вообще боль ненавижу поэтому если ее можно как-то убрать то лучше ее убрать вообще не понимаю зачем ходить страдать там что таблетки плохие кто не курит и не пьет тот здоровеньким попрет зачем себя как говорится насиловать правильно ладно каждый как волен поступать как ему угодно я кушаю одеваюсь и пойду в русский магазин заодно с чарли прогуляюсь и вот такие у нас планы слушать на 5 план поменялись посмотрела числе работы она оказывается работает с 11 а время еще совсем не 11 и далеко не 11 так что делаем заварное тесто сейчас вам расскажу очень легкая и можно сказать диетическое так сейчас сейчас для заварного теста нам понадобится 200 граммовый стакан у меня 200 грамм в общем стакан воды пол стакана растительного масла я обычная подсолнечная прям вот пол стакана щепотка соли стакан муки и 45 яиц у меня три потому что они большие все ставим на огонь на плиту короче на огонь и громко сказано потому что огня нет и доводим воду до кипения вода закипела в буховым туда и начинаем мешать даем тесту отдохнуть пять минут пять минут пять минут пять минут это много и или мало тесто уже отдохнуло начинаем его грибанить и добавляем по одному лицу видите сразу заметно что уже усё готово видите как быстро легко вообще у меня раньше заварное тесто никогда не получалось думаю что за а тут смотрите какое оно замечательное берем кондитерский мешок и отправляем тесто туда я без насадок без всего духовку уже греется на 200 градусов поэтому вот так вот сейчас буду делать как мне нравится какие клетки хочу такие получатся о смотрите беда беда хочет убежать в общем насаживаем вот такие какашулечки получились духовка разогрета на 200 градусов отправляется на полчаса 200 градусов полчаса потом через полчаса уменьшаем температуру 170 180 градусов еще 15-20 минут но сначала 200 градусов полчаса 30 минут новые штаны совершенно два раза ходила и представляете один раз на дело и вот тут на жопе дырка это конечно машинка пройтись но я сейчас хочу их надеть поэтому и так нормально вот а так вообще новые штаны ну так вот строчки вот здесь вот мимо проехали и поэтому вот одела такая один раз такая думаю чуть это влежу прямо там на жопе дырка вот так вот ну всего зашила и смех и грех вы знаете сейчас фейсбук залазью а там написано что у вас новые этот кто за кто следит за вами как это подписчик не подписчик знаете кто алексей панин актер я знаю что он в испании живет я залезла к нему в это но в фейсбук тоже посмотреть может быть знаете но это действительно он потому что тут его поздравляют так что вот так вот не хухры мухры так смешно но я я например знаете со многие на многих подписан кстати на меня кто-то еще и знаменитости был подписан я не не какая-то там не знаю может интересно кому людям там что в испании живу и с некоторыми знаменитостями кстати переписываюсь ну как переписываюсь в instagram там пишу знаете думаю напишу все равно не ответит и отвечают многие прямо это так прикольно такая связь вообще эти социальные сети это такая блин я не знаю что то так сближает конечно отдаляет ну и сближает например там чтобы переписаться с какой-то знаменитостью там да ладно а тут когда тут я уже не помню кто мне ответил я чуть не умерла думаю в смысле как мне ответили мой из и смех и грех так что так вот алексей панин на меня за мной следит за моей жизни а я фэсбуке не особо активно я вообще знаете какие у меня социальные сети которых я вот я есть почти во всех но вот инстаграм там фотки выставляю более чаще ну youtube это понятно тик ток иногда и одноклассники вообще запросила меня там вообще нету ну что ты хочешь от меня ружи крокодилия целоваться иди целоваться медицироваться сейчас пойдем гулять сейчас сейчас еще закрыт магазин да и сейчас пойдем гулять тебе уже скучно тоже с ума сходишь да с ума сходит моя рыба сейчас пойдем сейчас вот как с ним не гулять он вот так вот меня с ума сводит вот так вот играется ему надо вот туда-сюда обратно тебе и мне приятно сейчас пойдем сейчас пойду оденусь и пойду смотри ну сейчас пойдем все ладно пошла я перья ты какой пошла мне еще эти плюшки печь да щас чарли ночь ну ты посмотри на него моя рожа любовь моя любовь моя неземная растопырку 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 вот смотрите тенес у нас уверенция да места это вот что у тебя новый оксаночка отца понятно у тебя новый этот подписчик тип того смешно так пока готовится мои мои тесто я буду делать крем творожный вот у меня вот и такой творог есть 200 грамм можно обычный сухой творог смешать с йогуртом ну или побольше сметаны положить меня вот как-то так он вот такой смотрите очень вкусный то по-моему из ауди но не везде продается так что так так как он видите хлопьями я его немного про блендерю теперь добавлю две ложки сметаны смотрите какая хорошая сметана и сахар по вкусу у меня сахар заменитель и немного ванилин добавлю чтобы уж совсем шикарно было и все это блендером в блендере в небле не блендером а венчиком так 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 смотрите какой шикарный крем воздушный вкусный шикардос отправлю сейчас его в холодильник дожидаться своего времени смотрите какая красота получилась сейчас они остынут моя палочка какая красивая получилась ну надо же обалдеть смотрите они остынут как раз я пойду погуляю и все их не надо в духовке держать ничего вот все достал и они готовы представляете какой шикардос мне раньше никогда не получалось это тесто а сейчас просто никаких усилий все готово друзья я уже пришла домой наши эти остыли и сейчас я просто вот так вот разрежу пополам можно знаете дырочку сделать и начинить кремом но мне больше нравится когда они разрезанные потому что таким образом я вижу сколько крема я нафигачила смотрите какие они пустые внутри так оно и должно быть видите есть место куда начинять короче разрезаем и все что и 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 Какая красота получилась. Получилась прям тютелька в тютельку. Давайте попробуем. Например, вот этот. Это реально вкусно. Можно посыпать сахарной пудрой. Но зачем? В общем, минимум калорий и очень вкусный и полезный здесь же творог. Делайте. Очень вкусная правда. Я вообще вам рецепты все даю проверенные, вкусные, легкие. Что-то я надела одну худи вот так вот и по-моему погорячилась. Здесь как-то совсем даже не жарко. То есть на солнце хорошо, жарко, а вот ветер дует и холодно. Все-таки надо было все-таки, знаете, январь, он и в Африке январь. Хотя не знаю, какой январь в Африке, я чуть ли это говорю. Может, там наоборот жара. В общем, свежо. Нос замерз, как всегда. И прямо вот сюда вот поддувает. Ну ладно. Мы сейчас пятую скорость включим, и будет все хорошо. И согреюсь. Потому что главная грелка нашего тела – это движение. Ладно. Иду и как раз вспомнила. Мне тут на той неделе уже племянница звонила. Говорила, что мне пришла карта, письмо. Ну все еще, на старый адрес присылают письмо. Вот, что к врачу надо мне там идти. Я брала уже давно это назначение. Вот сейчас как раз зайду, пойду заберу. Вот. Они недалеко живут. Смотрите, как у нас пустые улицы. Ветер, видите, какой. Чарли боится. Вот звонок локолов. Тоже. Его вообще вот резкие удары. Прямо не это, не по себе. Сейчас, наверное, служба начинается или еще что-то. Вот так вот колоколят. В общем, пойду. Прогуляюсь к ним. Только к ним, знаете, очень страшно заходить, потому что пятью минутами не обойдешься. Начнешь болтать. И все. И потерялась я. А время уже не раннее. О чем я и говорила, друзья. Ой, сядь кофе попить. Давай, смотри, у меня что есть. А смотри, это что есть. И бла-бла-бла. И бла-бла-бла. Ну все. Освободилась. Ой, какой ветроган вообще. Сейчас пойду в русский. Смотрите, какой здесь красивый вид открывается. Прям чисто испанский, да? Гора там. Такие домики. В общем, каждый раз как иду. Мне нравится вот такой вид, когда вот за городом где-то горы начинают. Такое ощущение, что мы где-то живем. Какие-то пасы мячику. Что мы живем в каких-то... Между гора... Между горами. Ну, в принципе, так оно и есть. Классота. Ну, а я в русском купила вот такой чай. Мне очень, кстати, он понравился. Он фруктовый. Там нет черного, не зеленого. И постилки вот такие вот. Сейчас буду пробовать. Помните, я говорила, что хочу попробовать. Они без сахара, без всего. В общем, попробуем сейчас. Ну и, конечно же, на камеру. А как иначе? Я не могу иначе. Ой, они маленькие, оказывается. Такие. Пахнут, как фруктовое желе. Знаете, когда варенье в банке по краям высыхает, вот такой же вкус у этого варенья. По краям, когда берете, они вот там как-то такой высохшая корочка. Вот это тоже самое. Ой, блин. Самое интересное, что это вот одна подпилка. Она прилипла ко всем зубам. И сейчас ее, она долгоиграющая. Надо теперь языком подковыривать и выковыривать. Вот тут прилипла, там прилипла. Вкус неплохой, но само, чтобы все прилипает, это мне не нравится. Ну ладно. Так, друзья, наверное, я этот влог разделю на два. Так что, кто этот уже второй влог, всем привет. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и жду ваших комментариев. Кстати, вы уже попробовали мои пироженки. Они очень реально, они реально вкусные. Если нет, то рецепт в прошлом видео. Вот, а на сегодня у меня будет в меню фунчоза. Я уже все подготовила, все ингредиенты, скажем так. И сейчас буду обжаривать все. Ну и, естественно, фунчозу залью кипятком. Ну, фунчозу все знают, как делать. Кстати, у меня даже рецепт есть на канале, как я ее делаю. Поэтому все элементарно и просто, доктор Ватсон. Сейчас покажу результат. Моя фунчоза, она самая вкусная для меня. Ну, а для вас, ваша фунчоза самая вкусная, правильно? А еще не умею фунчозу готовить, например, мало. Потому что у меня всегда зажарки, вот, ну вот, овощей. Получается очень много. И я их вот так откладываю. И потом можно употребить в каком-нибудь другом виде. Например, с рисом там или еще что-то. Вот. Так что я буду кушать. И у нас кое-какие планы есть на этот вечер. Оставайтесь с нами. И будет вам весело. По крайней мере, мне будет весело. У нас такой ветрован. И что-то такое грохнулось. Непонятно где. Даже Чарли испугался. Вот сейчас иду наверх. Посмотреть, может, там у меня тазы летают. Вообще. Ну и на улице теплый. Ветер, видите, какой. Все тут нормально. Белье несу стирку. Да не, не улетел таз. А то он может. Он мне такой. У нас, кстати, на этой неделе, у нас же соседи отсюда выехали. И на этой неделе... Ой, у меня тут полотенчик висит. Наверное, меня не слышно будет. Приходили смотреть квартиру. Какой-то мужик. Мне не понравился. Он как-то разговаривал. Знаете, как бы высокомерно. Как будто он пуп земли. И все такое. Мне высокомерные люди совершенно не нравятся. Ну, наверное, никому не нравятся. Такие, которые, знаете, возомнят себя пупом мира. Смотрите, как у меня. Скоро же цветут цветочки-то. А, красота. И будут пахнуть. Вкуснятина. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-